Привет, ребята! Сегодня мы будем делать обзор на ПЦАшки от Маскл Фарма. Ну и перед началом я сделаю такую ремарку. Да, я не буду врать, это мои спонсоры, да. Я их рекламирую уже не первый год в индустрии, да, различные. Начиная там от, значит, бойцов, которые занимаются единоборствами, вот. А также заканчиваю, собственно, в бодибилдинге и паверлифтинге. Про эту фирму я могу сказать следующее. Цены у ней средние. Про протеин могу сказать следующее. По всем анализам, я вам, если честно, буду без вранья. По всем анализам этот протеин говенный получился примерно на уровне мутанта, хотя он стоит почти в два раза дороже мутанта. Ну не в два, но на полтора раза точно. Вот. К примеру, банка мутанта можно найти от полторашки до двух тысяч, а вот эту херню я посмотрел, она идет от двух до трех. Как бы, цена впечатляющая. Так вот, по аминоксотному профилю, заявленному белка, жиров, углеводов, все тесты он провалил. То есть был, скажем так, в серединке даже пониже. Почему мне нравится эта фирма? Да все просто. Я понимаю, что это дерьмо. Кстати говоря, этот Дмитрий Ассалль, который все рекламируют, мне он тоже не понравился. Обзоры на все эти продукты вы можете найти у меня на канале. На памп, на дрим, на ассалль, на аминки на все. Вот, на протеин. Ассалль мне не понравился. Креатин нормальный был. Вот, Iron Dream. Ну, хер его знает, я уже не помню, давно пил его. Памп неплохой был. Жиросжигатель так себе. Карантин спор, ну, хер знает. Витаминки, кстати, прикольные там с любым жиром у меня были нормальные такие. Что я могу сказать про него, ребята? Почему мне эта фирма нравится? Так вот, я знаю, что говенная фирма, цена завышенная, не очень хорошее сырье. Но мне нравится, потому что копейку получает самый мой любимый, наверное, спортсмен. Вот, просто самый любимый. Это, вот этот вот дядя. Ну, розовый, Тарнольд Шварценович. Я, как понимал, у него контракт с данной фирмой, и с каждой баночки ему идет копеечка. Я его очень уважаю, люблю и так далее. И пусть он продает дерьмо, я готов его покупать. Ну, это вкратце. Это, понимаете, как содержать, не знаю, какую-нибудь редкую машину. Не то, что BMW, BMW это недорогая машина, что-нибудь эксклюзивное, да, какой-нибудь Bentley. Вот у нас, например, в Алтае содержать Bentley, но у нас ни сервиса ни хера нету, да. То есть, это просто жопа какая-то. Но она... Вы готовы на ней деньги тратить? Несмотря на все проблемы, понимаете. Хотя можно купить, не знаю, Toyota Camry, на ней ездить или Corolla, блин. И не знать проблем. Все копеечные запчасти и так далее. Но, ой. Такая вот аналогия у меня. Ну что ж. А теперь давайте перейдем к обзору. Значит, допил я вот эти BCAшечки. От Maslow Farm. Ценник у них что-то 1600, что-то в этом районе. Не так дорого, в принципе. Хотя здесь немного их. Это Maslow Farm, это не Арнольд Сириевский. Вот от UFC. Как отставлено, это именно один идет. Official Nutrientional. Ну, то есть, спонсируют они вот эти UFC бои. Вкус у нас арбузный. Собственно, вот этот креатин был точно таким же вкусом, как этот. Честно говоря, арбузный вкус мне не очень понравился. Он очень резкий, такой сильно кислый. Самый вкусный арбуз, который я пробовал, ну, имеется в виду и спортивное питание, да, в аминках, это был Аминодеканта от Maslow Metz. Это был очень вкусный арбуз, реально такой сладенький, в меру. Вообще отличный. Здесь он очень резкий у Maslow Farm. Соотношение идет 3-1-2. Как я понимаю, лицин, валидный за лицин. Такое соотношение сейчас посмотрим. Ну да. Значит, в одна порция, это 2 ложки у нас идет. Ну, я жжу ложек по 5 за раз, это минимум. Значит, у нас да, соотношение лицин, валидный за лицин, то есть 3-2-1. Вот так. Что могу сказать по откату? Ну, вроде откатывают они нормально, в сочетании с глютаминкой. Вот я их пропил, занимаюсь я каждый день. В принципе, откатывают они мне нормально вполне. Ну, мне вкус, ребят, мне очень понравился. Я бы не рекомендовал его брать. Как бы он, пить его можно вполне. Но он, понимаете, сильно, так сказать, сильно кислый такой, резкий. И надоедает реально довольно очень быстро. Но по откату, ребят, вполне нормально, по усваиваемости нормально. Откатывают они, вроде, работают, то есть, вроде, ну, вот. Ну, вы понимаете, я должен сказать, что это все замечательно. Претензий только по вкусу. Реально, по откату нормально, претензий по вкусу, что, ну, как я уже сказал, вкус очень резкий. Растворялся, они тоже нормальные, я продемонстрирую это. Ну, а так вполне пить можно. Ну, на арбуз, говорю, это не похоже совсем. Прям химический, химический арбуз. Идеально арбуз этого масла медца был. На них я обзор тоже делал. Очень хорошо. А так, собственно, работают они нормально вполне. Претензий по откату нету, то есть, все в порядке. Общую оценку я могу поставить 3 балла из 5, просто не понравился вкус. Вот этот арбуз. Кроме вкуса, претензий к ним не имею. Единственное, нравится, знаете, что, ребят, за маленькую баночку дороговато, в 1600, как бы, ну, дороговато. А так, ничего, нормально. 4 балла из 5, но рекомендую, не рекомендую, вы меня услышали, что я вам сказал. Я не буду повторяться. Скажу, кстати, скоро будет обзор на новинку от SkyTek. Добрался до конца от SkyTek. Вот, и скоро будем их тестировать. А на этом все. Спасибо за внимание. Увидим в следующих обзорах. Ну, и протеин этот, братья, я вам не рекомендую. Увидимся. Пока. Пацаны, хотел еще добавить отзыв про еще одни БЦАшечки. У нас такие же пропорции. Значит, от Maslow Farm. Практически допил стандартик я. Должен сказать, во-первых, что скажу. В капсулах довольно удобно их принимать. Мне очень понравилось. Вот, они безвкусные. То есть, вкинул капсулу и принимаешь. Сейчас вам пока-ру-ка не выглядят. По откату, значит, точно такие же, да? Абсолютно одинаковое сырье. Значит, капсулы выглядят следующим образом. Большую белую капсулу. Вот. Принимаются довольно неплохо. Единственный минус, знаете, какой. Я вам расскажу главный минус этих БЦАшек. На вкус они безвкусные. А теперь смотрите. Кто помнит, я говорил. Чтобы почувствовать эффект БЦАшек, нужно пить в 2-3 раза больше, чем написано на упаковке. Теперь смотрите, сколько я пью их в день. Порция у нас 8 капсул. То есть, вы понимаете. То есть, это минимум до 16 сажать капсул подряд, за раз. Вот. Конечно, глотать 16 капсул неудобно, за раз, да? Проходится тщательно их запивать. Но, тем не менее, дорого не сказать, что продукт недорогой. И по эффекту мне понравился. В качестве разнообразия, кому надо делать порошковый вкус, капсулу довольно удобная штука. Вот. Довольно удобная штука. Плюс, есть такой известный довольно тренер российской сборной и китайской сборной, по-моему, что-то такое. Папа Смит канал называется. Авторитетный, так сказать, мужик в этом, в спортивном питании и вообще в тренировках. Вот он говорил, вот такую вещь. Что если сравнить капсулы и порошок, капсулы усваиваются много лучше. Вот. Поэтому, в принципе, товар мне понравился. Что, в принципе, в порошке, что в капсулах. Должен порекомендовать. Работает он нормально. По вкусу, как я уже сказал, капсулы безвкусные. Единственное, что им надо сажать их 16 штук за раз. Вот. А так, удобная штука. Рекомендую. Масл Фаум молодцы в этом плане. Увидимся. Пока. Дебилы. Русь. Чего я...